Привет, мобильные геймеры! Вот мы и перешли на сторону Железного Человека и будем сегодня проходить новое задание. Давайте же отправимся в путь, я уже прошел на уровне бывалой, вот такие вот здоровые карты здесь уже. Да и враги, так скажем, не совсем слабые, я бы сказал. И давайте мы агента Венома будем первым мочить. Здесь буквально нам боя 3 нужно провести. Давайте возьмем Колоса и наваляем вот этому черно-белому чувачеле. Оставляйте, кстати, в комментариях, кто перешел тоже на сторону Железного Человека, а кто также остался во фракции Синих. Я лично решил перейти, все потому что я хотел посмотреть, какие задания здесь. И мы сегодня будем открывать очень много ништяков, у меня накопилась куча кристаллов. Я надеюсь, мне попадутся 4-звездочные и, надеюсь, хотя бы на 5-звездочного, но это вряд ли. Ну что, давайте наваляем теперь Колосу, Воителям. Я воитель, я за Железного Человека, я к фракции Железно принадлежу, я тебя сейчас наваляю. Ну, тут понятно, что мы наваляем ему жизни-то у нас поболее, а вот босс, здесь будет Сокол и у него жизни будет поболее. И атака, конечно, помощнее. Сейчас мы всех, конечно же, выносим, после будут выносить нас, но, слава богу, что они вперед ногами. Еще буквально пару боев Джиггернаут у нас здесь остался. Кто прошел, тоже пишите в комментариях вообще, на каком уровне сложности вы прошли эти задания. Я на уровне бывалый прохожу, потому что уровень героя, конечно, тоже возможно пройти, но полностью я его не смог бы пройти, потому что персонажи у меня трехзвездочные, все четырехзвездочных ни одного пока нет, но сегодня, я надеюсь, я его получу. Так, Электр быстро у нас справился с Джиггернаутом. Все просто. И так, кто же там следующий у нас? Следующего пока не вижу. И... Люк Скайуокер. Шутка, это Люк Кейдж. Кстати, не встречал его в мультфильмах Марвел. Напишите в комментариях, кто это такой. Будет интересно почитать. Эй, слышь, ты че? Вообще, непробивной какой-то чувак. Я так полагаю, он боксер. Или заключенный был. Что-то браслеты у него какие-то. Нихие он так надирает задницы-то. Я бы хотел его открыть. Но сегодня не твой день, мужичила. Ух. Вот так. Уложили мы этого чувачелу. Едем дальше. И кто же там впереди у нас? А впереди у нас только Сокол остался. Я надеюсь, засад никаких тут не ожидается. Отлично. Вот Сокол сейчас нам надерет задницу-то. Ну, одного он у меня точно вынесет. Венома, кстати, начал качать. У меня уже у него последний ранг. Осталось буквально немного, и он у меня будет полностью прокачан. Жаль, что он только у меня трехзвездочный. Но... Фигачит он вот этими лапами нехило. Получай. Вау. Воу-воу-воу-воу. О, черт. Да что такое, маде фазер, блин. Я здесь сейчас... Ну, типа, икс-рей пропишу. Супер-спецприем, бляха-муха. А, потерял меня. А вот и я. Не, Веном вообще крутой. Я надеюсь, когда-нибудь добавит Карнеджа в игру. Посмотрим. Скоро, кстати, на экранах будет Люди Икс Апокалипсис. И, возможно, с премьерой тут тоже какие-нибудь изменения произойдут. Блин, промахиваюсь. Мимо спецприема. Воооо, так. А теперь он меня завалил. Я даже до половины жизни его не довел. Я бы хотел этого перса открыть. Я надеюсь, будет потом испытание на него. Кстати, пробовал в предыдущем испытании... То есть в разделе конфликт получить трехзвездочного персонажа в первом испытании. И набрал 220 тысяч очков и так и не получил. Отпишите в комментариях, сколько нужно там очков, чтобы получить трехзвездочного. На четырехзвездочного я даже не рассчитываю, потому что... В данном конфликте там вообще не вариант. У меня все персы трехзвездочные и прокачанных практически ни одного нет. Вооо, вот это был полет! Ох! Не дожил у нас колос до падения сокола. Сокол, наверное, наш чувак. Обычно же как? Там воробьев, соколов, там орлов. Ну, давайте попробуем последним чувачелло. Я думаю, что воитель по-любому его завалит. Дружище, я, конечно, все понимаю, но ты должен отхватить сейчас. Э-э-э-э-э! Кстати, он немного на Хэнкока похож. Вот так. И прилег спать. Хэнкок любил побухать. Вот примерно в такой позиции он и засыпал на лавочке. Ну, теперь у нас на 100% пройдено. Мы получили кучу ништяков. 1500 кристаллов. Смотрите, 200 таких. Вау! Классно! Ну вот, теперь мы на 100% все прошли. Вот можно открыть бывалый. Вот, пожалуйста. Все великолепно. Видеть награды. Все на 100% пройдено. Ну что, а вот теперь, прежде чем мы будем открывать ништяки, хочется помочь своим участникам союза. Давайте поможем. Им по-любому нужна энергия, чтобы они проходили миссии. И давайте отправимся в кристаллы. Вот тут ништяков у меня куча. Реальная куча. Вот давайте посмотрим, что это за кристалл такой. Аж две штуки. Что здесь у нас? Катализаторы. Прикольно. Что дальше у нас? У тебя есть некоторые кристаллы. Аж 11 штук, вы смотрите. Открыть нафиг. Ух ты! Классно. Столько катализаторов. И еще один у меня остался. Круто. Давайте вернемся обратно к кристаллам. Вообще ништяков очень много. Эта серия просто будет насыщена. Давайте посмотрим, что здесь у нас. И... Классно. Коронный камень это. Напишите в комментариях, как его применять. Я что-то пока не дошел до него. И давайте вот эти еще два откроем. Что здесь у нас? А здесь для четырехзвездочного, я так полагаю. Так, что еще? Логово монстра. Три штуки. Что здесь у нас? Ух ю! Круто. Блин, обожаю открывать ништяки. Кому тоже это нравится, пишите обязательно в комментариях. Давайте еще пять кристаллов таких откроем. Я их получил, играя в пвп режиме. Надеюсь, четырехзвездочный будет. Да! Чемпион с четырьмя звездами. Класс! Поздравьте меня, дорогие друзья. Я очень рад, что открыл наконец-то четырехзвездочный. Пусть это Дракс, но, блин, он четырехзвездочный. Классно, классно. Сейчас мы всех переобразуем. Вернемся обратно к кристаллам. Не хочу я никакие акции тут покупать. У меня вообще валюты очень мало. Я ее на что-нибудь более полезное потрачу. Эти кристаллы не обязательно открывать. Давайте перейдем в осколки кристаллов. Во! Мало-одиночный кристалл. Ну, я думаю, он не столь интересен. А вот этот мне хотелось бы очень открыть. Пять штук, давайте посмотрим. Четырехзвездочный. Фигуа! Вообще классика. Вот не люблю я такие подставы, когда ты копишь, копишь, стараешься, а тебе ни одного четырехзвездочного здесь не выпадает. Ну и ладно. У нас есть трехзвездочный еще. Где они тут у нас? Ну, давайте еще один просто так откроем быстренько. Шлеп! И колос двухзвездочный. И колос двухзвездочный. Но его, кстати, у меня нет вообще. Так, во! Вот это добро можно, конечно... Давай, и еще один. Вот это можно по отдельности открывать прям и наслаждаться. Я надеюсь, мне выпадет какой-нибудь персонаж, которого у меня раньше не было. И к тому же еще и трехзвездочный. Ну... О! Смотрите-ка, я... Люка Кейджа этого хотел, и пожалуйста. Классно. Мечты сбываются. Конечно, я его не так хотел, как хотел бы красного Дэдпула. Но все равно, этого персонажа у меня нет. И круто то, что он у меня теперь появился. Ну, давайте, кто следующий? Снова люк? Ээээ... Кто это? Электро? Прикольно. Да, задолбали вы меня со своими акциями. Не нужно мне ничего. Я тут кайф ловлю от открытых кристаллов. Давайте чуть подольше подержим. Еще бы хотел, кстати, черного человека-паука. Посмотрим, может попадется? А? Эээ... Ну? Шторм тоже неплохо. Классно. Ох, столько ништяков. Трех персов мы открыли. И, конечно же, у меня есть еще четырехзвездочный кристалл. Точнее, я набрал осколки для этого кристалла. И... Ой, как мне хочется его открыть. Кто же здесь... Мне выпадет. Очень интересно. Прям... Было бы классно, чтобы Веном выпал. Или какой-нибудь агент Веном. Но вряд ли они здесь выпадут. Ну... 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 Нет, нет. Ну не Вижен. Черт. Честно. Ну, никак вообще не хотел бы этого персонажа. Но... Теперь он есть. Это, конечно, круто. Но я бы предпочел кого угодно, но не его. Так, что тут у нас еще? Есть вот малый кристалл у нас. Посмотрим, что у нас может выпасть здесь. А здесь у нас катализаторы различные, повышатели уровня. Ну, давай. Кого-нибудь тоже 4-звездочного бы мне. Двухзвездочный железный человек. Ну, тоже неплохо. Я им сейчас в PvP режиме фигачу. Так что... Пусть, пусть будет. Отлично, отлично. Все это классно. Но я хочу... Кристаллов задолбали эти спецпредложения. Кого тоже задолбали, оставляйте комментарии. Давайте его откроем. Малый кристалл свободы. Может быть здесь Капитан Америка какой-нибудь 3-звездочный попадет. Самое кайфовое это вот открывать вот эти кристаллы. Конечно же оно на втором, скорее всего, месте после... ...самих махачей. Эх, фигня вообще. Так, осколки кристалла. Что у меня здесь осталось? Ага, только вот это. Угу. Ну что, давайте посмотрим, что у нас здесь. Событий для одиночек. Отлично. Еще тут ништяки дали. Круто. Ух, тут еще ништяки есть. Востребовать. Ой, как я обожаю получать ништяки. Ох, как много их. Ох, еще дали. Е-мое. Сколько всяких кристаллов-то интересных. Ну-ка, давайте отправимся. Что там за кристаллы мне дали. Так, здесь нету. Ну-ка, откроем. Блин, эта серия просто посвящена открытию кристаллов. Здесь у нас персонажей нету. Смотрю, только всякие коронные камни. И... Отлично. Классно, классно, классно. Ну что, давайте перейдем в пвп режим. Там у меня... На черную вдову, по-моему, конфликт идет. И я начал проходить, вот не знаю, сколько нужно будет накопить очков. Пока у меня 130 тысяч очков. И давайте, так как у нас все-таки посвящено фракции железных... Так, а у меня больше никого и нету. Ну давайте вот так вот сделаем. По крайней мере, эти все персонажи есть в самом фильме. Итак, средний уровень. Ну давай, давай, давай. Кого-нибудь завалим. Во, отлично. У нас будет Капитан Америка сражаться против своего друга. Ну это последний бой будет. А сейчас, в принципе, тоже нормальная такая битва против... Против железного человека, который в костюме железного человека. Как бы это глупо не звучало, но это так. Во-о-о-о-о. Ты серьезно? Хоть ты и Халка типа победил, но меня-то не победишь. У-у-у-у-у. А может и победишь. Ща мы посмотрим. На, железка. Я даже его смог оглушить. Круто. Обычный человек завалил огромного робота. Ну, вообще, конечно, это нереально. Ну, это же фантастика у нас, дорогие друзья. А далее у нас железный человек против Магнепто. Вот они никогда вообще не встречались, и железный человек даже не знает, кто это такой. Чувак. Слышь, ты что за шлем напялил, а? Ты думаешь, мы в Риме? Не, мы не в Риме. Лови. У-у-у, черт. Железками решил меня завалить, я сам железка. А вот так ты не хочешь? Вот, вот так. И еще вот так, вот так. У меня, кстати, осталось, по-моему, три места в союзе. Спешите занять их. Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Вот так. Иначе бы он нас завалил. Железный человек побеждает. Ну, все верно, это фракция железных. Конечно же, я должен победить. Итак, и теперь у нас дружище. Капитан Америки против... Капитана Америки. Бой века. Зимний солдат. То есть наш, по сути, русский пацан, которого завербовали русские, там, советские, и войска. И, честно говоря, не помню уже по сюжету фильма, но несу. Сейчас мы будем валять Америки. Кто за кого болеет. Я лично, конечно, за русских. Так, слышь, Америка, ты че тут бардак навел, а? Во-во-во-во-во-во-во-во-во. Мы так и получить сейчас сможем. Не-не-не, нам сдаваться нельзя. Так что ты должен получить. Куда-то в стену стрелял. Россия побеждает. Ну, все это, конечно, шутки, дорогие друзья. Я надеюсь, что все в мире будет прекрасно. Не будет войн никаких. А войны будут только в фильмах. И, естественно, понарошку. Хочется, конечно, мирного неба над головой. И всем вам счастья, здоровья, любви почаще. Ну, вот мы и поиграли за фракцию железных. Ставьте большие пальцы вверх. С вами был по-прежнему Фликер. Делитесь этими видео с друзьями. Подписывайтесь на мой канал. И, конечно же, не забываем оставлять комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok